Всем привет, солнышки, и те, кто здесь впервые. Я уверена, что таких будет очень много. Что ж, ребята, вышла темка второй части Теории Страха, и давайте же мы с вами посмотрим, что да как. Оба единиц пока тот же, всё находится в разработке, так что нищие не серчайте. Стены палаты давили своим безмолвием. Серые обои, слегка голубоватые шторы, немного потёртый пол. Вот и весь интерьер, который мне приходилось наблюдать изо дня в день. Монотонный стук стрелок часов действовал на мозги, словно специально выводя из себя. Тик-так, тик-так. Такое чувство, что они отсчитывали секунды моей жизни, уходящем незримое прошлое, где осталось столько вопросов. Подолгу, оставаясь одной, я много думала о самых разных вещах. Например, о своей маме, о послании, которое она мне оставила. О том, сколько загадок ещё просеет разгадать. О томаю, его истинных мотивах и искренности поступков, желаниям не помочь. О сумасшествии, которое якобы у меня было. Моя невменяемость была, пожалуй, самой забавной темой для размышлений, ведь на самом деле я абсолютно здорова. Но кого это волновало? Та моя громогласно объявила о том, что я шестофреничка, и никто не стал разобираться, так ли это на самом деле. Друг, которому я доверяла, как самой себе подставил меня, здесь должна была находиться не я, а он. Именно тот, кто посчитал вполне уместно положить любимую девушку в психушку, лишь бы она не досталась другому. Я чувствовала огромное отторжение к нему, ведь он лишил меня нормальной жизни, поставил клеймо сумасшедшее, от которого мне никак не избавиться. Но я не опускала руки, не сдалась и верила, что настанет момент, когда всё изменится, и я наконец-то выберусь отсюда. Да, именно так и будет. Я смогу вернуться к нормальной жизни. Главное верить. Тут всего первые две главы. Глава первая. Окей. Может, подтормаживать, потому что это... Дай вам покажу. Исанами, просыпайся. Ой, мать твою. Тамай открыл шторы в моей темнице, и вся палата залилась ярко-желтым светом. Глаза заслезились. Казалось, я не видела дневной свет целую вечность. Смотри, как сегодня здорово на улице. Слышишь, птицы поют. Чувствуют приближение весны. Как он может после всего? Ладно. Приятные солнечные лучи согревали руки, и мне захотелось прямо сейчас скачать и убежать отсюда. К такой долгожданной и вределенной свободе. К свежему воздуху и пению птиц. Но... Вместо этого я посмотрела в сторону окна, которые закрывали тяжелые железные решетки. Ого. Я помню день, когда последний раз была на улице. Тогда окружающий пейзаж постепенно менялся с ярко-зеленого на оранжево-красный. А подали первые листья. Была середина... Середина теплой и мягкой осени. Зима выпала у меня из памяти почти полностью, а снег я видела только из окна своей палаты. И все из-за желания обрести свободу, сбежать из этого черного места. Меня заперли здесь полностью, изолировав от окружающего мира. Ни знакомых, ни друзей. Только четыре зла из частной стены давили на меня эти месяцы. Ты как себя чувствуешь? А может ты в жопу пойдешь? Я молчала, никак не реагируя на его слова. Хочешь, прогуляемся? В жопу пойди. Я повернула голову в сторону Тамайо, продолжая смотреть сквозь него. И хотя мое лицо по-прежнему не выражало никаких, будто не было эмоций, сердце заколотилось в бешеном ритме. Он и правда сказал это вслух? Я смогу выйти на улицу? Я прикрыла глаза и глубоко вздохнула, пытаясь вспомнить, как пахнет воздух в начале весны. Я ощутила сладкий запах цветов. Память вернула меня в то время, когда жизнь была обеспечена и беззаботна. Я могла гулять по парку и проводить время за приятным общением. Ты сегодня немногословная. Ого, нифига себе. И все же у меня для тебя хорошие новости. Сейчас Амина поставит укол, а после этого ты все узнаешь. Какая ты с... Ладно. Ко мне подошла медсестра и оголила левую руку по локоть. Я меланхолично наблюдала за ее действиями, зная, что сопротивляться бесполезно. Когда мне давали таблетки, я еще могла схитрить и сделать вид, что приняла их. Но с уколами все обстояло иначе. Несколько попыток вырваться заканчивались одним и тем же. Меня удерживали насильно, и доза была в два раза больше. Сознание это включало начисто, а после я могла несколько дней проваляться в постели, пуская по подушке слюни. Я знаю, ты по-прежнему считаешь, что я тебя тут мучаю, не выпускаю никуда. Но сегодня твое мнение изменится. Неужели? Почему это? Во-первых, к нам из Германии прилетел один замечательный специалист, который сможет тебе помочь. Я лично попросила отца найти лучшего врача в своей улице. А, так это все-таки не его отец, блин. А то мы в группе такие теории колоссальные строили, смешные. Можете же эти, кстати, почитать. Он гипномок, и с его помощью потерянные воспоминания вернутся к тебе. Ведь основная причина болезни кроется именно в них. В целом ты идешь на поправку, но вот твоя память, она продолжает играть. Как ты меня бесишь. Во-вторых, с завтрашнего дня ты сможешь общаться с другими людьми в больнице. И я не про персонал. Подружись с кем-нибудь, найди себе друзей. Твоя замкнутость не идет тебе на пользу. Ты предлагаешь человеку, который нормальный, дружить с психами. Ух, ладно. Ты сам меня запер здесь. Это не моя вина. Все не совсем так. Ты, видно, не помнишь, как пыталась выколоть глаза пациенту и чуть было не разбила вазу о голову санитара. Мне пришлось временно оградить тебя от всех. Теперь же, благодаря лекарствам, ты стала намного спокойнее. Ну и в-третьих, как я сказал до этого, ты будешь выходить на улицу и гулять. Классно. В общем, если у нас все получится, то примерно через полгода ты сможешь стать полноценным членом общества и выйдешь отсюда. Это либо у меня звук лагает, либо это та самая игра, я не знаю. Его слова звучали так сладко и складно, что я чуть было не поверила в то, что он говорит. Важно помнить про свою цель. Я выберусь отсюда и произведет это уж только в начале, не через полгода. Я смогу общаться с другими пациентами? Замечательно! Наверняка среди этих ненормальных найдется тот, кого я смогу использовать для побега. Прогулки? Еще лучше. Детально изучить входы и выходы мне явно не помешает. Новый доктор? А вот тут уже что-то интересное намечается. Хотя я и не могу сказать, что мне эта идея по душе. Скорее всего, очередной промыватель мозгов в стиле Таамайо. Нет, не надо Энгеля оскорблять, это Злайка. Медсестра помогла мне встать, и мы вышли из палаты. Здравствуй, Санами. Меня зовут Энгель, и сегодня мы начнем экспериментальное лечение. Какой он классный, господи! Я сидела на стуле в смелительной рубашке и рассматривала этого доктора. Молодой, слегка худощавый парень, мне кого-то напоминал. Кого? Наверное, его можно было бы назвать симпатичным, если бы не одно но. Мы в психушке, и он явно не собирается веселить меня. Травя байки из жизни или рассказывая анекдоты. Что-то мне было неуловимо пугающе, еле различимое, отдавало ментоловым или динцами, what the hell, окей. Я заерзала на стуле. Можно снять с меня это? Я кимнула вниз, показывая, что мне неудобно с завязанными руками. Нет. Небольшие меры предосторожности не помешают. Ты чё, а? Я ж хотела его облапать. Да? Как-то это не очень вяжется с твоими словами о том, что я стала намного спокойнее. Похоже, ты просто мне врёшь. Тамая хотел ответить, но ангел его перебил, обращаясь ко мне. Исанами, в следующий раз ты будешь уже без этого. Ой, ты мне уже нравишься, зая, какая. Надо звук убавить, мне сильно в наушники долбит музыка. Какая ты няша. Я перевела взгляд на Энгеля. Ладно. И добавила, как бы, передразнивая. Здравствуй, Энгель. Меня зовут Исанами, и сегодня вы будете меня лечить. Хорошо, что ты в таком настроении. Но давай немного серьёзнее. Я ведь и правда здесь для того, чтобы помочь тебе. Да ты за, я пошли сразу, короче, НС-17, панфики, всё такое. Тамая отошла в сторону, и я, проводив его взглядом, сказала. Ладно. Расскажи мне о себе. Ага. Ну, мне 18 лет. Тамая тут же поправил меня. 19. Я скривилась. И его присутствие вызывало явно ощутимый приступ тошноты. За то время, что я находилась в больнице, он уже основательно меня достал. Тамая, можно попросить тебя выйти? Если не только... Я не знаю реально, почему звук иногда вот так вот прыгает. Может, у меня... Так лучше. Тамая забежался на пару секунд, и затем вышел за дверь, не говоря ни слова. Так лучше. Вижу, тебе не нравится, когда он находится рядом. Господи, да ты мужчина моей мечты в этой новелле. Да, так и есть. Я сразу заметил, что отношения у вас весьма натертные. Ну, он ее как бы изнасиловал. Ну, что ж, давай я расскажу о себе. Давай. Я кивнула в знак согласия. Хорошо. Итак, я доктор Энгель. Мне 27 лет. Недавно приехал из Германии, а именно из Фрюценберга. Была там когда-нибудь? Нет. Нет, я мало где была. Ничего, все впереди. Так вот, обучался там же, проходил практику в Америке, Лос-Анджелесе. В детстве хотел стать космонавтом, но потом передумал и поступил на медицинский. Моя сестра была тяжело больна, а помочь ей тогда было некому. Я рос в бедной семье. Такая пуся. Как звали вашу сестру? Алиса. Она чем-то похожа на тебя. Озорная такая, рыжеволосая девчушка. А где она сейчас? С ней все хорошо? Да, она в порядке. Мне все-таки удалось ей помочь. Такая зая. Я с опаской посмотрела на него. Он втирается в доверие или действительно рассказывает... Да, действительно рассказывает правду. Да как ты можешь ему не верить, он пуся? Хочешь еще что-нибудь обо мне узнать? Или расскажешь о себе? Да ты... Ах, статы. Сложно сейчас. А что в плюс? Узнать больше о нем, может? А что именно здесь? Почему в минус-то? Нет, не хочу в минус. Факши-то. Ладно, уже поздно. У Алисы обнаружили рак. Ее мучили постоянно игровые поли. А спать она могла только со снотворным. Целый год врачи боролись за ее жизнь. А затем махнули рукой. Ну блин, я хотел... Ну нельзя, вот реально. Да вообще, ну нет. Обидно, если честно. Обидно очень. Помню, она как-то лежала в постели, а я держал ее за руку. Говорил, что все будет хорошо, но сам не верил в это. Она тогда приподнялась с кровати, посмотрела прямо в глаза и сказала... Братик, я справлюсь. Не грусти. Да так печально. После ее слов у меня навернулись слезы. Бедной сестренке пришлось пройти через столько боли и мучений. Она все еще верила в лучшее. Ей не нужны были мои сочувствия, сострадания. Она нуждалась в помощи. Настоящие верят в нее. И я поверил. Со следующего дня мы начали выходить на улицу. Поначалу ей давалось это с большим трудом. Но мы не сдавались. Неподалеку от нас находились лесные массивы. И я водил ее туда. Сестре нравилась природа. Она любила разговаривать с деревьями, касаясь листьев и нежно поглаживая их. Чуть позже я записал ее в бассейн. Она с удовольствием находилась в воде. И хотя Алиса по-прежнему принимала обезболивающее, с каждым днем ей становилось все лучше. Ух ты! В итоге она пошла на поправку. И не лекарства ей помогли, а поддержка и доброта. Вера в нее. И в то, что она вылечится. Энгель замолчала, я не знала, что ей сказать. Такой откровенности я не ожидала. Простите. Реально, прости, Энгель, честно, я не хотела тебя обидеть. Эта история осталась в прошлом. Зайку обидела, факт. Но именно она дала мне возможность по-настоящему понять, что имеет ценность. А что нет. Благодаря Алисе я понял, что хочу помогать людям. Я находилась в растерянности и никак не могла поверить в правдивость его слов. История Энгеля походила на красивую сказку про чудесное избавление от рака, которая совсем не вязалась с суровыми реалями жизни. По отмысле меня отлег запах ментоловых леденцов. Ментоловые леденцы. Что? Что? Ничего. Упс, похоже, я сказала это вслух. А я чувствую запах ментола. Мне же не кажется. Может, курит? Не кажется. Куришь? Энгель досталась кармана упаковку, на которой красовалась яркая оранжевая надпись. Ешь меня. И протянул мне. Это что за игры в стиле Алиса в стране чудес? Хочешь? Ты еще спрашиваешь? Запах стал сильнее. Да он определенно исходил от них. Хочу. Мы очень хотим. Энгель вытащил один леденец, освободил его от обертки и протянул мне. Воу. Воу. Ладно. Я задорно посмотрела на парня и немного приоткрыла рот, вызывающий высунув язык. Это все было похоже на какую-то игру, словно мы дети. И пробуем новые вкусности, которыми нас угостили родители. Энгель тут такой сас и санами четко какая-то квадратная. Энгель мне наположил мне пару леденцов на язык, и я ощутила, как ментоловый запах слегка ударил по носу. Какое-то мгновение мы просто смотрели друг на друга, а затем, опомнившись, он отстранился и отошел от меня на пару шагов. Почему? Я улыбнулась и с набитым ртом проговорила. Спасибо. Не за что. У тебя отменное чутье. Я и забыл про эти леденцы. Они уже пару дней лежат у меня в кармане. Да-да. Тут в помещение постучали, кто-то тихонько позвал Энгеля. Он кинул в сторону двери и сказал. Я сейчас вернусь. Быстрее! Я горю уже. Я продолжала рассасывать леденец, провожая парня взглядом. А ведь Энгель и правда мне кого-то напоминает, словно веет чем-то отдаленно знакомым. Спустя какое-то время дверь тихонько скрипнула, и парень снова зашел в помещение. Извини, Исанами. Похоже, нам с тобой не получится сегодня нового валача. Ну чего, блин? Меня ждут срочные дела. Нет! Ой, как это поздно прозвучало. Ну ладно. В палату зашел Тамарю. Да уйди ты, господи! Исанами, планы изменились. Прогулка отменяется. На улице так потемнело, похоже, вот-вот начнется дождь. Какая ты, брася! И в унисон его слова, он неподалеку сверкнула молнией и послушается гром. Я дернулась от неожиданности. В последнее время меня пугали резкие звуки, а гром так и вовсе вызывал животный страх. Я нервно скликнула. Я хочу в палату. А как же найти новых друзей? Пошел в жопу, у меня вот уже есть прекрасный друг. Ну как, друг? Гром снова прогремел. Я повысила голос. В палату! Верните меня в палату! Тамарю переглянулся с Энгелем, и тот кивнул знак согласия. Хорошо. Окей. Уже находясь в своей палате, я вдруг поняла, что несмотря на всю однообразность этого места, я успела привыкнуть к нему. Здесь мне... Здесь мне спокойнее, чем в любом другом месте больницы. Перед тем, как уйти там, я сказал... Исанами, тебе что-нибудь нужно? От тебя вот ничего вообще. Уйди, не мазорь мне глаза. Да. Можешь уже снять с меня эту чертовую рубашку? Он беспокойно глядел меня и натянуто произнес. Да, могу. Че? Серьезно? Тамая подошла ко мне и неспешно развязала рукава. Развязала кого-то. Так, лучше. Ща в нос тебе! Или похребтели. Спасибо. Тебя все трясет. Может, примешь успокоительного? Нет! Нет, не надо. Хватит уже этих лекарств. Ну, хорошо. С этими словами он вышел за дверь. Надеюсь, навечно. Я, свернувшись калачиком, уткнулась в свои коленки. Меня и правда все трясет. Что со мной такое? Слезы сами полились у меня из глаз. Это, наверное, она вспоминает... Ну, это у нее как бы на психологическом уровне связано с тем, что Тамая изнасиловала. Потому что в тот день, когда он меня насиловал, за окном тоже была гроза. Что-то случилось давным-давно, и я не хочу этого вспоминать. Зая! Чего? Я открыла глаза и увидела перед собой Энгеля. Посмотри, ты вся дрожишь. Галстук поменял. Я боюсь. Не стоит. Я помогу тебе. Галстук поменял? Как тебе мой галстук? Вот, кстати, да. Галстук? Это глюк. Да. Нравится? Да это глюк. Я ошарашенно посмотрела на парня, затем упустила взгляд. Его галстук был немного странным. Спокойный серо-голубой с примесью ярко-красного. Сочетание цветов явно было неудачным. Он странный. Не могу сказать, нравится он мне или нет. И санами ты можешь. Посмотри снова. Энгель? Красный. Он тут лишний. Почему? Что красный? Не знаю. Мне не нравится этот цвет. От него вид чем-то неприятным. О! Энгель садорно не подмигнул, и в тот же миг его галстук стал однотонного голубого цвета. Это голубой? Так лучше? Да. Я удивленно посмотрела на парня. Это что за фокусы? Никогда не санами. Ты спишь. А во сне, как известно, возможно все. Я что-то не догоняю. Никогда не слышала про осознанные сны. Слышал. Они помогут тебе. Направят вперед. Например, ты можешь вспомнить про свою маму, и тебе станет теплее. Энгель, что за... Маму? Почему именно маму? На этот вопрос ты должна ответить... Это типа подсознательный глюк и санами, или это натур? Я задумалась. А ведь и правда. Накануне я видела странные сны, где мама говорила о каком-то послании, которое оставила мне. Она оставила мне послание. Да, и это ключ. Подсознание подскажет тебе, куда двигаться. Но для этого ты должна открыться своей памяти. Окей. Там есть то, что ты совсем не хочешь вспоминать. Откуда ты... Что... В этот момент прогремел гром, и я дернулась. По телу пробежали мурашки. Дождь. Монотонные капли стучат по крыше и успокаивают разум. Но... Во время дождя бывает гром. И только я открыла рот, чтобы спросить его об этом, как вдруг рядом сверкнуло, и тут же под ухом раздался такой упом-помрачительный гром, что я закрыла уши руками. Когда я посмотрела вперед, от Энгеля не остался следа. Я встала и подбежала к месту, где он только что стоял, и потрогала холодные стены. Они были как лед. Как лед, который начинал таять. Я отскочила с стены, чуть было не споткнувшись, не упав на пол. Комната ожила, все было... Все больше, меняя свои очертания. И создавалось ощущение, что темно-бордовый цвет настойчиво просачивается сквозь наступающую тьму. Я закрыла глаза и схватилась за голову, в висках стучала. Казалось, что ее сдавливают железные тиски с двух сторон. Пожалуйста! Я не хочу красного! Хватит! Утомаю красные глаза были, когда он ее насиловал. Хватит. А если подумать... Опа! Дратути! Я снова втрогнула. Голос находился совсем рядом. Лоу. Я посмотрела по сторонам и увидела пугачий силуэт, который скрывался в самом темном углу комнаты. Ты, маленькая испорченная девчонка. Сучка, лишенная всякого стеснения. Тебе не стыдно, а? Твои мысли выдают тебя. Я все о тебе знаю. Я попробовала встать, но не смогла. Мои руки были привязаны к стулу клейкой лентой, а ноги словно провалились сквозь пол от тяжести невидимого груза. Ты никогда не избавишься от своих страхов. У тебя не хватит сил для этого. Но это не Садао. Исана, ты всего лишь игрушка, с которой можно делать все, что угодно. Ты кто? Эти слова. Не может быть, Садао. И стала мне об этом подумать, как комната тут же изменилась, но надо более знакомый подвал. Это Садао? Ватаха. Ты... Ты не настоящий. Я не поняла, почему тогда озвучка поменялась. И тут же дыхание перехватило. Парень схватил меня за горло и с легкостью поднял с пола. Запомни. Ты на моей территории. Но это не Садао уже. Я кинулась в угол комнаты. Я больно ударилась коленками, и у меня пошла кровь. Я застанула от боли, но тут же замерла. Капли крови словно впитались в пол, а после багровое пятно начало медленно распространяться, становясь все больше и больше. Я съежилась, пытаясь не касаться крови, но ее запах становился все сильнее, и уже был похож на едкую кислоту, которая мешала дышать. Я закашлялась, пытаясь избавиться от затхлого привкуса во рту. Сука, мне потребовалось столько времени, чтобы найти тебя, но теперь ты больше никуда от меня не денешься. А я не поняла, ребята что ли отказались озвучивать, или это какой-то новый прикол? Его голос был другим, и все же я четко знала, что это Садао. Где я? В Междумирье? Нет, Междумирье осталось в прошлом. Ты в самых глубинах своего подсознания. Там, где все истинные страхи оживают и становятся реальными. То, от чего ты так боишься, от чего бежишь, все это здесь. Это глюк, это не Садао. На самом деле это не он. Я не могла поверить услышанному, и затрясла головой, повторяя про себя. Это сон. Это всего лишь сон. Опа. Когда я открыла глаза, то вместо Садао увидела Энгеля. Мне захотелось подбежать и обнять его, но что-то остановило меня. Почему тебя это остановило, мама? Ой, мать. И тут перед глазами появилась моя комната. Постель, на которой я спала. Как же давно я не видела все это. И стало мне об этом подумать, как я ощутила, что падаю назад сквозь кровати в пропасть никуда. Мысли забегали, словно загнанные в угол мыши, а спустя мгновение Тината приняла меня в свои объятия. Ну? О, глава 2. Ну ладно, тогда давайте на этом остановимся, чтобы сильно не затягивать ролик. Сахрашку можно мне? Плес. Макароны! Макаронный монстр! О боже, макаронная религия добралась-то отсюда. Хорошо. Что ж, ребят, всем спасибо за просмотр. Давайте сразу выйдем в главное меню, чтобы я еще успела заскринить постер. Постер, постер. Ой, не то. Главное меню, Дарья. Вы начинаете тупеть. Конкретно при чем? Эй, артов. Сколько тут артов с Энгелем, мама боже мой. Эээ... Ням-ням. Скринчик? Скринчик, да, все. Ну, неплохо, неплохо. Кстати, мне очень понравилась и Санами на спрайте, или как это, арт, который выложили с ссылками на демку. Очень классная там Санами очень сильно изменилась, и это очень здорово. Мне очень нравится, если вы меняете спрайты на такие, какие Санами, там, вот на этой картинке, это будет очень топово. Она станет очень классной бабой. Вот, зайдите в группу разработчиков, посмотрите. Или я поставлю этот арт себе... Нет, не поставлю этот арт, я себе на превьюху. Так что, давай, зайдите, посмотрите, очень классно, очень классно, очень-очень-очень классно. Надеюсь, она изменится в лучшую сторону. А Энгель прямо лапусья лапочка. За кадром посмотрю вообще, что будет, если выбрать другой ответ. Может быть, еще какой-то постер будет, но это вряд ли может. Ну, вряд ли, еще один постер, это бред. Это просто плюс-минус, как обычно. Ну, завтра я выложу вторую главу. Я не хочу сегодня сильно много, чтобы было, и тем более мне сейчас уже надо бежать куда-куда. Не хочу сильно затягиваться этим. Вот. Извините, если я сильно много говорю. Для тех, кто здесь впервые, можете посмотреть видос насчет того, там было что-то, типа, внуки показало лицо. Я там про это все рассказывала, и были ответы на часто задаваемые вопросы. Реально, посмотрите, потому что меня очень иногда дико бомбит на некоторых людей, которые пишут, что я много разговариваю. Это моя привычка, я не могу, я интроверт, я могу разговаривать только с вами, у меня больше нет друзей. Лох, пидор, нет друзей. Извиняюсь. Кстати, мы еще с вами не прошли первую часть до конца, но в концовке остались. На стриме мы ее с вами полностью прошли. Если что, ссылку там на стримы можно найти там где-нибудь, где-нибудь под предыдущим анонсом на стрим. Там канал, там все видосы. Мы еще в Алтаст играли до этого. Ладно, я уже опять много разговариваю с ним по теме. Что ж, ребята, если вам понравился этот ролик, то можете поставить ему лайк. И вообще, огромное спасибо разработчикам, что они их лучше выкладывают, точнее, разработчице, и ребятам, которые работают над этой новеллой. Что ж, если вам понравилось, можете поставить ему, этому ролику, лайк. Если вы здесь впервые, можете подписаться на канал, у нас здесь много будет интересного. И да, проходим теорию страха первой части, будем вторую проходить. В общем, как-то так. Вот. Обязательно подпишитесь на группу ВКонтакте, если вы еще не подписаны. Группа, наконец-то, набирает активность. Там появляются какие-то мемисы, посты, народ-активицы. Наконец-то, это очень хороший знак, что мы можем поднять нашу группу с колен, наш сарайчик. Вот. Ну, а в целом, ребят, будем ждать с вами продолженицы от меня, это Дэнки, и вообще, что дальше будет в новелле. Энгель просто душка-зайка, можете почитать наши орео-мемисы в группе. Вот. Ладно, всем, ребята, удачи, пока. Там, всего хорошего.